О главных новостях Украины и мира узнать и в подробностях в студии Катерина Лусенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Езда по судьбам. В Украине очередное мажорное ДТП. Шесть человек погибли. Когда влиятельных нарушителей начнут наказывать? Мне все казалось, как сон. Светофор, зебра. И потом я уже в больнице. Под звуки улицы депутаты реформировали медицину и задумались о неприкосновенности. Будут ли выборы по-новому? 240, да. Решение принято. От минорейса нардепу Розенблату помешали вылететь из страны. На каких основаниях? 10 лет тюрьмы. Столько грозит 20-летней Елене Зайцевой. Накануне вечером за рулем Лексуса она влетела в толпу людей в центре Харькова. Авария несла жизни пяти человек, шестеро на больничных койках. Как все произошло, далее в сюжете. Улица Сумская. Выход из станции метро Площадь Конституции. Здесь всегда многолюдно. Светофор для водителей и пешеходов. Вчера без четверти девять вечера в толпу людей, которые ждали зеленого света на тротуаре у Зебры, врезался внедорожник. Скрип тормозов и все. Я просто чувствую на себе удар. Я ложусь. Я порой направо, я смотрю, вот там лежит четыре человека, там лежат на дороге. В полицию, говорят, виновница аварии водитель Лексуса. В интернет уже попало видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент столкновения. На кадрах видно, как Вольсваген трогается от светофора, выезжает на середину перекрестка, и тут в него врезается ехавший по Сумской черный Лексус. Боковая сторона автомобиля Лексус левая, и передняя часть автомобиля Вольсваген Тауры. И с последующим наездом, с опрокидыванием и травмированием. В полицию пока не говорят, с какой скоростью двигался Лексус, но признают, что на предупреждающий сигнал светофора. Эксперты еще изучат, как автомобиль выехал. Мы видим, что он параллельно выезжал с другим автомобилем. Видимо, он боялся зацепить тот же автомобиль, который в том же направлении передвигался, и не обратил внимания, что несется другой автомобиль. А вот камеры наблюдения зафиксировали, как мчалась девушка задолго до перекрестка. Пользователи соцсетей подсчитали. Дорожную разметку длиной 160 метров Лексус проехал за 5 секунд. Значит, скорость автомобиля больше 100 километров в час. Признаков алкогольного опьянения у девушки не обнаружили. У нее в виде бронезарской крови, у присутности понятых та представников громадскости. После первого освидетельствования установлено, что в крови был отсутный алкоголь, что вместо наркотиков результаты экспертизы будут не ранее, чем завтра. За рулем Лексуса была 20-летняя Алена Зайцева. Студентка третьего курса университета имени Каразина. Будущий пиарщик. Водительские права она получила менее двух лет назад. Протягом последних двух роков она 6 раз притягивалась до административной ответственности за порушение правил дорожного руха. Приемный отец девушки по телефону уверяет, Алена – опытный водитель. Алена Зайцева – сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшенки Дмитрия Зайцева. Ранее он работал в ГПУ, был прокурором Крыма. После люстрации находится в розыске, скрывается в Москве. Активисты узнали – «Лексус» записан на приемного отца Елены Зайцевой Василия Зайцева. Он гендиректор частного общества «Укрэнергочермет». Общаться с журналистами адвокат задержанной отказался. Лина Зеленская, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьков. Как рассказали в полиции, сразу после аварии виновница ДТП находилась в шоковом состоянии. Но когда пришла в себя отдавать показания, отказалась. Сейчас Зайцева под стражей. Завтра суд будет избирать ей меру пресечения. Что известно о пострадавших и погибших, расскажет Светлана Шекера. Она на прямой связи со студией. Светлана, здравствуй. Расскажи последние новости. Тебе слово. Добрый вечер, Катя. Сегодня целый день. Люди несут цветы сюда, на улицу Сумскую. Многие не могут сдержать слез, потому что вчера вечером здесь погибли пять человек. В полиции уже назвали их имена. Это Александр Евтеев, Нина Кобесева. Она работала репетитором по немецкому языку. Мать и дочь Сокол Анна и Анастасия. Они жили в Солоницевке, пригород Харькова. Усманова Елена. Пока о ней известно только примерные фамилии и имя. Вчера скорые отвезли в больнице шесть человек. Четверо из них и сейчас находятся в больнице скорой неотложной помощи. Это три женщины, один мужчина. Все имеют сочетанные травмы. Это повреждения головы, в том числе головного мозга, грудной клетки, брюшной полости и скелетная травма. Поэтому двое из них в тяжелейшем состоянии, в тяжелом, двое в состоянии ближе к средней тяжести. Две девушки в тяжелейшем состоянии это родные сестры. Оксана Евтеева и Диана Берченко. Их вели в искусственную кому. У Оксаны здесь погиб муж, Александр Евтеев. Он работал айтишником, родом из Сум. Завтра его похоронят на родине. Еще одна женщина, 30-летняя беременная женщина, на шестом месяце, сейчас находится тоже в коме, в реанимации, в областной больнице. У нее тяжелая травма головы. Каждое, буквально каждое движение, каждое назначение, все это оговаривается с тем, чтобы и оказать максимальную помощь и женщине, и, конечно, не навредить ребенку. Пострадавшие не только харьковчане. Одна из девушек приехала из Кременчуга. Еще одна приехала из Киева на семинар и потом осталась погостить у друзей. Мне все казалось, как сон. Светофор, зебра. И потом я уже в больнице. Походу, мне очень сильно повезло. Потому что у меня нет ни черепно-мозговой травмы, ни внутренние органы не повреждены. Правильно, что непонятно с колен. Городские власти заявили, что выплатят денежные компенсации родственникам погибших и пострадавшим по 20 тысяч гривен. Также в мэрии заявили, что помогут оплатить лечение травмированным. Пока это вся информация на эту минуту. Катя. Спасибо, Светлана. Светлана Шекера рассказала о подробностях кровавого ДТП в Харькове. Подобные аварии в Украине не редкость. Вот только тюремный срок для их виновников. Событие почти фантастическое. Все уже давно привыкли, что мажоры, силовики, судьи и чиновники остаются безнаказанными. Уголовные производства вроде бы и открывают, но потом расследования странным образом прекращаются. Теряются дела и в судах. Несколько примеров таких резонансных аварий напомнит Екатерина Срывкова. В январе 2016-го внедорожник, за рулем которого находился 21-летний сын бизнесмена Толстошеева, Станислав, вылетел на тротуар возле метро Левобережная в Киеве. Погибла женщина. Уголовное производство открыли, а через полгода закрыли. Вывод экспертов. В момент аварии у водителя был приступ эпилепсии и временная потеря сознания. Прокуратура начала производство во второй раз. Снова провели исследование и признали Толстошеева неподсудным. Еще одна резонансная история – дело Сергея Ларкина, волонтера, рэпера, известного под псевдонимом Ларсон. Несколько лет назад в музыканта, который ехал на мотоцикле, врезался Кадиллак. Машину задержали. Через пару дней Ларкин умер в больнице. Друзья и родные утверждали, что за рулем иномарки была Ирина Скляренко, директор престижной косметологической клиники. Женщина исчезла. Ее объявили в розыск. На этом все и заглохло. Два года назад в Кропивницком бывший сотрудник УБОПа Вадим Данилов вылетел на красный свет и врезался в машину новобрачных. Две женщины, одна из которых невеста, погибли на месте. Водитель с места аварии сбежал. Через год его задержали в Черниговской области. Суды длились еще год. В результате Данилова отпустили. Под залог 128 тысяч гривен. Дальше дело не двинулось. В Черкассах несколько месяцев назад тоже произошла громкая авария. Валентина Артюх, когда-то занимавшая пост городского головы Умани, провектор Черкасского университета, протаранила четыре машины и насмерть сбила женщину. Еще двое людей пострадали. В больнице, где заведующей одним из отделений работает ее дочь, Артюх поставили диагноз – сотрясение мозга и подозрение на инсульт. Общаться с ней следователям не разрешают. А семья погибшей и пострадавшая спустя некоторое время неожиданно прекратили искать свидетелей аварии и общаться с журналистами. Екатерина Срывкова, подробности, телеканал Интер. Лишать ли себя неприкосновенности, выбирать ли себя по-новому и как по-новому лечить украинцев. Это сегодня должны были решить нардепы. В парламенте сегодня кипели и страсти, и работа. Палатки возле Рады – хорошая мотивация, и народные избранники усердно жали на кнопки. Что удалось принять далее в материале. Сегодняшний день в парламенте расписали по часам, чтобы и требования правительства учесть, и об ультиматумах улицы не забыть. Близко 10, 50 и 11 годы мы сможем выйти на голосование по медицинской реформе. На вечернем заседании по плану законы об изменении избирательной системы. А пока оперативно рассматривают поправки к медицинской реформе. Их осталось около сотни. За час утрясли все. И к полудню на табло результативное голосование. Медреформу приняли. Премьер-соу министра здравоохранения не скрывают эмоций, да и депутаты, которые отстаивали реформу в предвкушении перемен. Мы повернулись до того, что на сегодня никаких співоплат нет, и это единственная программа, где все будет бесплатно в рамках программы. Так вот, когда говорят про тариф, про співоплату, это все была провокация направлена на то, чтобы сборить общество. Нарешті Украина прощается с радянским законодавством системы охороны здоровья. А теперь очень важным будет, каким образом уряд Министерства охороны здоровья, премьер-міністр Украины будет реализовывать этот законопроект. В 2018 и 2019 годах вторинная и третья ланка остаются на субвенции. Не меняется система. В 2020 году тогда государство будет оплачивать напрямую те услуги, которые наданы и на вторинной, и на третьей ланке. Но мы дали два года, чтобы был переходный период. Но ликуют только те, кто голосовал за медреформу. Другие фракции твердят о рисках. Для тех людей, у которых денег нет, этот закон открывает возможность только отримать безкоштовное знеболение перед смертью. Он абсолютно антинародный. Кроме того, что он забирает деньги в громад, приведет до закрытия лекарств и скорочения медицинских работников. Этот законопроект не соответствует конституционным нормам, что он несет разбежность и риски скорочения медицинского персонала, не обгрунтованного закрытия медицинских закладов. На практике сегодня хочу сделать, чтобы на селе семейный лекарь уклав договор с каждой человеком и за это отримал близко за каждую человеку 300 гривен. Мы рассчитываем, что этих денег не будет вистачать. То, что они сегодня створяют СОВ, центральный орган, на который они забирают около 80 миллиардов денег и забирают последний у громад субвенцию. Эта реформа нацелена на единую. Дерибан государственного бюджета, узурпация десятков миллиардов гривен, установление контроля над лекарными закладами. И очень прикро, что отдельные политические силы, которые рвут сорочку на трибуне Верховной Ради, сегодня поддерживают эту медицинскую реформу. Я говорю про радикальную партию Ляшка. Они сегодня дали недостающие голосы для того, чтобы она была проголосована. Но времени на долгие трактовки у парламентариев нет. Впереди еще вопрос о депутатской неприкосновенности. На повестке два законопроекта. Президентский, который отменяет иммунитет с 2020 года, и депутатский, который лишает нардебов статуса неприкосновенных немедленно. Мы обговорили законопроекты, которые касаются недоторганности. Фракция полностью поддержала принятие закону 7203, который внесен президентом Украины. И я хочу напомнить, что это постоянная позиция президента Украины. Там отличность не только в термине. Там отличность в том, что один законопроект вносит замены до статьи, а другой выкладывает эту статью в новую редакцию. И сегодня мы поддерживаем направление на Конституционный суд подание на проверку закону про недоторганность из депутатов, но в другом читании. Мы будем голосовать только тогда, когда будет остаточный закон про недоторганность из президента, из судов и депутатов вместе. Это наша позиция, мы ее поддерживаем. О снятии неприкосновенности сейчас речь не идет. После бурного обсуждения практически весь зал проголосовал за то, чтобы оба законопроекта направить в Конституционный суд на проверку. Именно там должны решить, соответствуют ли документы законам Украины. И только на следующей сессии возможно новое голосование. Но устроят ли это участников акции вопрос. Если люди сейчас разъедутся, если люди сейчас скажут, хорошо, мы победили, ура, завтра про это голосование забудет и Конституционный суд, и Верховная Рада. Так уже не один раз было. Поэтому я думаю, что тиск, увагу людей, вимогливость людей на самом деле нужно увеличивать. Люди, которые под парламентом собрались, требуют негайно принять закон о выборе до Верховной Рады на пропорционной основе с открытыми списками. Сейчас действует закон Януковича о выборе до Верховной Рады, где 50% складывают мажоритарные депутаты. А это подкуп выборцев, это коррупция, это купивая голосов, а нереальные идеологические соревнования. Законопроекты, которые призваны изменить избирательную систему, сегодня тоже в зале в трех вариантах. Но их обсуждали уже после обеда. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. А вот как эта медреформа может ударить по карманам украинцев? Накануне глава профильного комитета Ольга Богомолец обнародовала предварительные расценки на разные виды услуг. Суммы шокируют. Например, шунтирование аорты будет стоить 130 тысяч гривен, репротезирование двух клапанов сердца почти 190 тысяч, лечение цирроза печени 111 тысяч, а операция по удалению камня в желчном может обойтись в 50 тысяч гривен. Столько же открытая рана локтя, а ушиб голени почти 70 тысяч гривен. Но, как уточнила та же Богомолец, цифры эти не окончательны и еще не ясно, кто будет все оплачивать – государство или пациент. Минздраве пока только обещают обнародовать до конца месяца формулу расчета. А вот в Кабмине считают, что медицина станет более доступной для украинцев. Премьер поблагодарил нардепов и поприветствовал принятые изменения. По его словам, система здравоохранения давно нуждалась в реформировании, а граждане – в качественном обслуживании. И отныне, уверен премьер, ситуация улучшится. Что я хочу добиться внаслідок реализации цієї реформи? Перше – доступность охорони здоровья для украинских граждан. Это тот комплекс, разом с тем, что мы будем обеспечивать качественное обладание, это тот комплекс, который даст возможность изменить качество охорони здоровья в нашей стране. Я знаю, что это очень непросто, я знаю, что это очень ответственно, но я готов брать на себя ответственность для того, чтобы условия лекарства в стране были совсем другими, были людскими. И мы это с вами сделаем. Президент тоже поздравил всех с медреформой. По словам главы государства, закон гарантирует качественные медицинские услуги для сельских жителей, а сельским врачам – повышенную зарплату. Петр Порошенко заверил, что в бюджете на это предусмотрено 4 миллиарда гривен. Приветствую всем важным результатом на шляху реформы, который объединен с реформой обеспечения. Мой законопроект про сельскую медицину, телемедицину. Я бы хотел, чтобы все те усилия, которые мы сделали для того, чтобы объяснить общество важность медической реформы, сейчас так же были направлены на объяснение при подготовке к другому читанию, этого законопроекта. А судьбу избирательной реформы решали на вечернем заседании. На рассмотрение вынесли сразу несколько законопроектов, которые призваны изменить систему выборов, смешанную на пропорциональную с открытыми списками. Как голосовали депутаты и что в итоге получилось, узнаем у Елены Зориной. Она следила за работой депутатов. Лена, здравствуй, расскажи, на чем сошлись избранники, тебе слово. Кать, добрый вечер. Под конец рабочего дня депутаты то ли выдохли, то ли на результат работать вовсе не собирались, но сделать первый шаг к избирательной реформе и открытым спискам так и не смогли. На вечернем заседании в зале презентовали сразу три законопроекта, но ни один из них даже за основу принят не был. Ни в комитеты на доработку, ни депутатам их так же не вернули. Голосов попросту не хватило, как спикер не старался. 91. Решение не принято. 169 за. Я еще раз поставлю. 174. Хочу сказать, что один из проваленных законопроектов о выборах народных депутатов должен был стать базовым в избирательной реформе, а теперь придется писать новый. Собственно, изменение избирательного закона наряду со снятием неприкосновенности и созданием антикоррупционного суда одно из требований пикетчиков на улице. Жодное решение не было позитивным и фактически законопроекты есть отхилы не имея. Сегодня народный фронт, блок Петра Порошенко сказал людям, что плевать мы на вас хотели. Давайте не создавать на этом какую-то проблематику. У нас идет нормальная парламентская работа. Мы видим перспективы, мы голосуем. Не видим перспективы, не голосуем. Как много времени понадобится на новый проект несколько недель или несколько месяцев, пока не ясно. Завтра пятница и, скорее всего, этим заниматься никто не будет. Ну а впереди у депутатов две непленарных недели. Но отступать от избирательной реформы, по словам спикера, избранники все же не намерены вернуться в зал для того, чтобы начать рассматривать избирательные кодексы. Катя. Лена, спасибо. Елена Зорина была на связи со студией и рассказала о том, как депутаты голосовали за законы о выборах. Изменить избирательную систему требовали активисты у стен парламента. Как и снятие неприкосновенности. Как митингующие восприняли сегодняшнее голосование депутатов и что происходит в правительственном квартале, расскажет Александр Васильченко. Он в эти минуты находится на улице Грушевского. Саша, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катерина. Сегодня ситуация под Верховной Радой, можно сказать, спокойная. Провокаций и столкновений до этого момента не было. К тому же, одно из требований активистов нардепы частично удовлетворили. Парламентарии проголосовали за направление в Конституционный суд сразу двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Хотя сами протестующие, говорят, рассчитывали на большее. Произошел тот же самый лохотрон. Это просто положат под сукно это. И все. И на этом кончится. И больше ничего не будет. Они дистанцируются от народа. Принимают законы, которые не выражают интересы народу. И, зразуми, вот это уборье. Позже протестующие заявили о новом требовании. Обратились к президенту, чтобы до закрытия сессии он внес в парламент закон об антикоррупционном суде. А уже ближе к вечеру решили усилить свои позиции. Около 50 человек дополнительно принесли палатки, буржуки и пеноплав, чтобы расширить палаточный городок. Но полицейские остановили эту попытку. Со стороны гостиницы «Киев» и «Маринского парка» были полностью перекрыты подходы к Верховной Раде. В нас полиции заявили, опасаются, что протестующие могут пронести запрещенные предметы. Прорваться через кордон полицейских протестующие не пытались. Тем временем силовики хоть и надеются, что провокации не будет, но уже усилили свои ряды. По нашей информации, в правительственном квартале сейчас поддерживают порядок около 4 тысяч правоохранителей. И уже после закрытия сессии протестующие провели собрание. Они решили, что часть активистов остается под Верховной Радой, остальные идут на Банковую с требованием встретиться с президентом. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем сообщать о новых подробностях. Катя. Саша, спасибо. Александр Васильченко, напомню, сейчас находится возле парламента и продолжает следить за ситуацией на улице. Детективная история с лишением неприкосновенности нардепа Розенблата. В нем появилась информация, что фигурант янтарного дела пытался бежать из страны. С собой прихватил золото-бриллианты, но сотрудники НАБУ остановили его на старте и объяснили, что уже никто никуда не летит. Вечером у детективов появились новые объяснения, как и у Розенблата, прямо из аэропорта. Его привезли в суд избрать меру пресечения. Слушания продолжаются и сейчас. На месте находится и наш корреспондент Ирина Баглая. От нее узнаем все подробности. Ирина, здравствуй, тебе слово. Катя, мы сейчас под стенами Соломинского районного суда Киева. Судебное заседание после трехчасового перерыва буквально только что возобновилось и сразу закончилось из-за отсутствия защиты Розенблата. А именно из-за отсутствия у него возможности связаться с ними. Сегодня в аэропорту представители НАБУ изъяли его телефоны. Но по порядку. Прокуроры специальной антикоррупционной прокуратуры ходатайствуют о домашнем аресте для обвиняемого сроком на два месяца. Отмечу, это новое ходатайство. Срок предыдущего ареста закончился на днях. О чем в соцсети сообщил сам Розенблата, сняв электронный браслет. Но интересная предыстория сегодняшнего заседания. В суд нардеп приехал из аэропорта Киев. Сегодня утром он планировал вылететь в Германию, по его словам, на несколько дней. Уверяет, бежать из страны не собирался, ехал в клинику. Говорит, об этом уведомил НАБУ. Я зарегистрировал, да, я не просто написал, зарегистрировал, я маю відмитку, будь ласка, да, відмитку НАБУ, что я поведомил, что 19 числа буду. Тут есть квитки на сегодняшний летак и на повернение в неделю. То есть все было сделано согласно законодательству. Летак был на взлетней полосе, его там затримали, зайшли працівники НАБУ. Почали про что-то разговаривать, я запитал, чи есть у них какие-то документы, чи есть у них решения суду, там, про проведение каких-то действий, у них ничего не было. Я надав им все возможности для того, чтобы обшукать меня. Сняв нардеп от рейса, сотрудники НАБУ изъяли у него личные вещи. По информации появившихся в СМИ, это были золото и бриллианты. Но сам Розенблат уверяет, вез в подарки племяннице бижутерию. Розенблаты, бриллианты и все другие, это, ну, звичайно, набушная провокация. Если они бюджутерию вважают, как драгоценности, там, или простые каминчики, вибачьте мне, там, какие-то бездолушки вважают, какие-то там, бриллианты, ну, то мне просто шкода. Это брехня. Мы нас забрали все телефоны, забрали все квитки, забрали все паспорти, забрали все карточки банковские. То есть, залишило меня полностью, блин, извините меня, вот, как я приехал до вас. Вы описывали, но какая разница, они даже не допустили сегодня адвокатов до этой процедуры. В НАБУ от задержания открещиваются, а действия в аэропорту называют следственными мероприятиями. Сам Розенблат и его защита намерены написать заявление в полицию из-за задержания сотрудниками НАБУ и похищения у него паспортов. И Розенблат отметил, что паспортный контроль он прошел, и по гранслужбе к нему претензий не было. Напомню, Борислава Розенблата, он один из фигурантов громкого янтарного дела. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении властью. Катя. Ира, спасибо тебе за детали. Ирина Баглая была с нами на связи. Она находится возле Соломинского суда столицы, где решают судьбу нардепа Розенблата. Режурналисты издания «Страна.юэй» узнали, где живет и учится старшая дочь замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Абута. В этом году она поступила в одну из элитных английских школ для иностранцев. Во сколько обходится такое образование, далее в материале. Школа Шерборн Интернешнл – одна из многих в Великобритании, которая ориентируется на иностранных школьников. Главное отличие – это действительно элитное заведение для людей далеко не среднего достатка. Эта школа славится высоким качеством образования, но и просит за свои услуги соответственно. Год образования стоит больше 40 тысяч фунтов в год. Это почти полтора миллиона гривен. Сюда принимают детей от 11 до 17 лет. Это пансион. Школьники тут же живут. Питаются трижды в день, ездят на лошадях, играют в теннис и даже ездят на экскурсии по выходным. Все включено. Тут учатся дети, для которых английский не является родным языком. И это своеобразный трамплин для поступления в самые престижные британские колледжи и университеты. По сути, иностранцев тут британизируют, чтобы они ничем не уступали английским сверстникам. Если посмотреть на международные школы такого типа, то цены очень разные. Мы среди самых дорогих. Цена образования одинакова для всех, будь то школьник из Украины, Китая или Южной Америки. Есть разница между младшими учениками и старшими. Младшие платят около 38 тысяч фунтов в год. Для старших около 45 тысяч в год. Школа делает акцент на маленьких классах, максимум 8 человек. И рассчитано на 160 учащихся. Именно здесь учится старшая дочь замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. По данным интернет-издания страна ЮА, украинскому полицейскому на скромной зарплате за учебу дочери пришлось выложить более 40 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти полтора миллиона гривен. И еще до 20 тысяч за школьную форму. Не скупится Бута на обучение младших детей. Его сын посещает Александрийскую гимназию в Киеве. Это частная школа, за которую платить приходится 220 тысяч гривен в год. А младшая дочь ходит в модную Новопечерскую школу. Год образования здесь стоит около 300 тысяч. Согласно декларации, официальная зарплата Дмитрия Бута в 2015 году составила 207 тысяч гривен. Еще 175 он получил от сдачи в аренду имущества матери. Жена в этом году заработала 350 тысяч гривен. В 2016 году Бут задекларировал около миллиона гривен всех доходов. Но всего этого вряд ли хватило бы даже на оплату учебы детей. Откуда же такие деньги у простого полицейского предстоит расследовать антикоррупционным органам? В НАПК обещали предоставить отчет о полной проверке декларации Бута уже через два месяца. В зоне АТО сегодня стреляли реже. Но почти час противник бил по украинским позициям в районе шахты Бутовка и Зайцево. Досталось защитникам Авдеевки и Толоковки. Дважды армейцам приходилось открывать ответный огонь. Подробнее о ситуации на передовой Руслан Смещук. Это вот начинаем отсюда и туда уже дальше поедем. К нам на позиции там будет намного побольше, поинтереснее. Вот этих таких приходов. Каждый божий день вечером. С вечера начинается. Приморское направление. Позиции под оккупированной Новоласпой неподалеку от Волновахи. Земля изрыта воронками от снарядов. Армейские укрепления здесь с двух сторон поджимают позиции боевиков. В хорошую ясную погоду можно рукой выйти, друг другу рукой помахать. Видно очень хорошо. И вчера там был корректировщик. Потому что вчера по нам они делали обстрел. Было хорошее попадание. Пока мы корректировщика не сняли, не убрали. Стреляют ночью, копают днем. Последние дни боевики активно укрепляют оборону. Используют как технику, так и окопные мины. Взрывчатку, которая позволяет создать целую систему блиндажей и окопов в голой степи. И очень быстро. Позавчера было. Вчера было. Ну, они неделю уже укрепляются там. И там видно и бревна тягают. Ну, что, зарывается нормально. Там серьезно у них подготовка идет. И по всей линии. Оттуда и... Активизировались также вражеские диверсанты. Прошлой ночью военные обнаружили и заставили отступить две такие группы. По словам военных, ротации подразделений боевиков прошли и на других участках фронта. Этим и объясняют эскалацию боевых действий в зоне АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интерн. Суд по делу о госизмене Виктора Януковича переносить не будут. Ходатайство адвоката, беглого президента отклонили. Тот просил отсрочить заседание, пока он не поговорит с клиентом лично. Максим Герасько, государственный защитник Януковича, рассказал суду, что ездил в Ростов-на-Дону и даже нашел место, где живет подзащитный. Но его не оказалось дома. Судья решил, что это не причина переносить процесс. Поэтому следующее заседание состоится 25 октября. Я считаю, что необходимо это погодить правовую позицию с клиентом. Я поехал в Российскую Федерацию, попробовал погодить правовую позицию. На жаль, в связи с тем, что не было клиента на месте, я не мог его попередить по телефону, потому что не знаю, как с ним связаться. Без погоджения правовой позиции будет порушено право на защиту. Шановный защитник был признан, является адвокатом за призначение, и имеет добросовестную суммленно выполнение своих обязанностей по защиту своего предзахисного, обеспечивая и гарантирующая, так же, как и страна обвинения, ему доступ к правосудия. За глядом на выходные все тверждения, обложенные за признанком, вважаю безпредставленную. Решение заморозить активы экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра было законным. Так решил суд ЕС в Люксембурге. Судьи отклонили апелляцию Януковичей. Те просили отменить европейские санкции, введенные против них. В решении суда говорится, суд не может сомневаться в обвинениях по конкретным случаям хищения государственных средств. К тому же Януковичи не предоставили никаких доказательств, которые опровергали бы эти обвинения. Неожиданные подробности громкой истории с якобы попыткой поджога дома нардепа Вадима Рабиновича. Напомню, на днях скандальный политик заявил, что, мол, несколько недель назад неизвестные подожгли его дом. Журналистам удалось разыскать тех самых якобы нападавших и оказалось, никакого поджога не было. Кстати, это уже не первые выдумки политика, больше в нашем материале. Дым без огня. Настоящая детективная история с поджогом дома нардепа Вадима Рабиновича. О том, что неизвестные пытались сжечь его жилище на днях, рассказал на всех каналах. Правда, ни фотографий, ни видео не показал. Да и в полиции о горящих депутатских домах не слышали. Историей занялся журналист Василий Кручак. Ему удалось разыскать тех самых якобы террористов, которых политик обвинил в поджоге. Вот они. Двое студентов, по их словам, на самом деле они пытались задать вопрос Рабиновичу после того самого телеэфира, где он и рассказал подробности поджога. Однако, вместо того, чтобы ответить, политик позвал полицию. Десять часов парней допрашивали в СБУ. Сейчас никаких претензий у правоохранителей к ним нет. А вот к скандальному депутату Рабиновичу вполне могут появиться. Ведь это уже далеко не первый раз, когда политик выдумывает историю нападения на себя или своих помощников. В 2006-м Рабинович заявил о жестоком покушении на своего ближайшего помощника, тогда журналиста Владимира Кацмана. По словам Рабиновича, неизвестные сбивали его черенком от лопаты и битами и хотели убить. Позже, оказалось, никакого избиения не было, а Кацман появился перед камерами с небольшой повязкой на голове. Очередное покушение Рабинович выдумывал целые семь лет. В 2013-м он заявил о попытке взорвать его автомобиль. Якобы, когда садился в машину неподалеку от своего офиса в Киеве у метро Кловская. Там взорвался динамит. Оказалось, это была петарда, никто не пострадал. Как и история с поджогом дома, это оказалось очередной выдумкой, которую в очередной раз пришлось расследовать правоохранителям, вместо того, чтобы заниматься раскрытием реальных преступлений. Миллиард гривен в месяц на мусорных ценных бумагах. Столько, по данным нацполиции, зарабатывали на фондовых биржах чиновники-махинаторы. Они искусственно завышали цену бумаг, которые были оформлены на подконтрольные им компании. А потом продавали на фондовом рынке, но уже дороже. В общей сложности полиция наложила арест на документы стоимостью 40 миллиардов гривен. Во Франции протесты против трудовой реформы президента Эммануэля Макрона. 25 тысяч человек колонной прошли по центральным улицам Парижа. Профсоюзы призывают власти отменить реформу, которая уменьшает их влияние на сокращение рабочих мест. За пять лет в стране должны уволить 120 тысяч госслужащих. Планируют сократить и пособия по безработице. Ультиматум отклонен. Каталония не выполнила требования официального Мадрида и не отказалась от провозглашения независимости. Поэтому уже в субботу власти Испании планируют ввести в действие 155-ю статью Конституции. Что это значит для обеих сторон конфликта, расскажет Татьяна Лагунова. Ответ о Каталонии испанские власти ждали до 10 утра за несколько минут до стечения срока ультиматума. Лидер автономии Карлос Пуч Демон отправил письмо испанскому премьеру Марианну Арахою и выложил его в интернете. Дескать, ультиматумов не боимся, если официальный Мадрид не начнет диалог и не прекратит репрессии. Каталония реализует результаты референдума и объявит об отделении от Испании. А лидеры движения «За независимость» снова призвали людей выходить на улицы. Учитывая, что власти Испании удерживают наших соратников как политических заключенных, мы снова должны выйти на улицы. Нам нужна мобилизация, чтобы жители Каталонии защитили права и свободы, которые пытаются у них отобрать. Официальный Мадрид ответил мгновенно. На субботу назначено экстренное заседание Кабинета министров Испании. Члены правительства соберутся, чтобы обсудить введение в действие 155-й статьи Конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии. Правительство без сомнений использует все имеющиеся ресурсы, чтобы как можно скорее восстановить законность, конституционный порядок и мирное сосуществование граждан Испании. Применение 155-й статьи еще должен одобрить парламент, но это скорее формальность у партии премьера Рахоя и его соратников в Сенате большинство. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. А завтра не пропустите итоговую программу подробности недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин